Душные переполненные автобусы, многокилометровые пробки, дорогое такси. С этим сталкивается большинство уфимцев ежедневно. Поездка в час пик порой превращается в испытание, но у горожан есть и альтернативный вариант. Пригородная электричка. Правда, она не пользуется большой популярностью среди жителей Уфы. Мы решили проехать на ней и понять, насколько комфортен этот транспорт и его инфраструктура. И начать свой путь мы решили со станции Дема. Станция Дема, пожалуй, одна из самых удобных станций в городе. До платформы можно добраться пешком, говорят местные, всего за 30-40 минут из любой точки Демы. Кроме того, на самой станции есть туалет, место, где можно укрыться от непогоды и даже автомат с едой. Также здесь продолжается строительство остановочно-пересадочного комплекса. Предполагается, что пассажиры, доехав до него, смогут пересесть на электричку и добраться до конечного пункта. Для поездок по Уфе электричка из Демы вполне приемлемый вариант. Жители района выбирают его в первую очередь из-за скорости. На автобусе из Дема в центр Уфы можно доехать за час, если не попасть в пробку. А вот на электричке дорога может занять в два раза меньше времени. Поездка на электричке была довольно приятной. Полупустые вагоны, работают кондиционеры и проводницы желают счастливого пути. От Демы до станции ГДК мы добрались за 28 рублей, проведя в пути около 30 минут. Теперь, чтобы отправиться дальше по городу, нам нужно подняться на остановку общественного транспорта ГДК. Путь к проспекту Октября весьма комфортен. Несмотря на частный сектор, везде проложен асфальт. Правда, элементов освещения на своем пути мы не обнаружили. Но, вероятно, в ночное время здесь никто и не ходит. Неспеша мы дошли до ГДК за 10 минут. Откуда отправились в Черниковку на станцию Спортивная. Ближайшая автобусная остановка к станции Спортивная – Индустриальное шоссе. Через нее проезжает 4 автобусных маршрута, на которых можно, по сути, доехать в любую точку города. Ну а мы отправимся на станцию. Станцию Спортивная я бы назвала Образцовой. Добраться до нее от автобусной остановки можно за 4 минуты. Внутри есть зал ожидания, несколько касс, туалеты и все, что нужно для комфорта. Стоит сказать, что эта станция после реконструкции открылась не так давно – в 2018 году. И сегодня является довольно популярной среди горожан. Со Спортивной мы решили отправиться на гораздо менее популярную станцию – Воронки. За день на ней останавливается всего 6 электричек. Станция Воронки находится в очень живописном месте, но больше похоже на что-то заброшенное. Только пустые и разбитые бутылки свидетельствуют о том, что иногда здесь все же кто-то появляется. Расположена она между ЖД-вокзалом Уфа и станцией ГДК. Когда-то Воронки были населенным пунктом, но людей уже давно расселили, и большинство электричек даже не останавливается здесь. Уехать на такси или автобусе с Воронок невозможно. Остается идти пешком через лесной массив. Уйти со станции – это настоящее приключение. Идти через лес страшновато, даже днем в погожую погоду. А что происходит здесь осенью и зимой, я могу только догадываться. Кроме того, тропа постоянно то уходит вниз, то наоборот – стремится вверх. На пути мы встретили множество лесных птиц, поломанных деревьев, небольшой ручеек и довольно много мусора. Но спустя 25 минут тропа вывела нас к парку «Волшебный мир». Кроме тех станций, что посетила наша съемочная группа, в Уфе есть еще несколько. Они расположены по всему городу – от Демы до Шакши. В интернете люди также жалуются, что после перекрытия Шакшинского моста в час пик электричка, идущая до одноименного микрорайона, бывает переполнена. Кроме того, есть станции и в южной части города. Но, например, подъем с той же правой-белой проходит через частный сектор. А время в пути до ближайшей автобусной остановки занимает около 15 минут. Объехав практически всю Уфу на электричке, могу с уверенностью сказать, что это вполне неплохой вид транспорта. Главное его преимущество – скорость и небольшое количество пассажиров. Но, конечно, есть и недостатки. Например, если вам нужно на проспект Октября или в исторический центр, то выйти в город с некоторых станций может быть тяжело. Но тут каждый выбирает сам – ехать час, а то и больше в переполненном автобусе или пройти пешком от станции. Если конечная точка вашего маршрута не является Черниковка, то, скорее всего, времени вы потратите одинаково на обоих видах транспорта. Поэтому пока электричка – наиболее удобный вариант только для тех, кто живет в северной части города. Алсу Гумерова, Денис Закареев, телеканал ЮТВ.